В Казанском федеральном университете продолжается приемная кампания. Какие направления лидируют и когда ожидается пик приема заявлений, смотрите далее. По словам ответственного секретаря приемной комиссии ВУЗа, на сегодняшний день поступило более 3,5 тысяч заявлений на поступление, включая филиалом в Елабуге 222 заявления и в Набережных Челнах 178 заявлений. Лидерами по-прежнему являются Институт фундаментальной медицины и биологии, Институт международных отношений. Пик приема заявлений на поступление ожидается в ближайшую неделю, поскольку в минувшие выходные по всей стране выпускники школ получили аттестаты. Документы об образовании в скором времени должны получить и жители стран ближнего зарубежья. Оттуда также ожидается большое количество иностранных абитуриентов. Но пока что лидером по их количеству является Китай. В этом году динамика по иностранным абитуриентам положительна. Заявлений мы получаем чуть больше. Есть особенности по приему иностранных граждан. Мы требуем в этом году перевод документов об образовании сразу одновременно с подачей заявления. Напомним, что в Казанском федеральном университете приемное пространство разделено на две части. Для граждан России и иностранцев. Работает горячая линия для обеих сторон. Номера указаны на сайте приемной комиссии. Подать документы на поступление можно как онлайн через сайт КФУ, так и в очном формате по адресу Кремлевская, 35. Часы приема и работы очного пространства у нас это с 9 до 18.00 ежедневно в рабочие дни. В субботу приемное пространство работает с 9 до 14.00. И в воскресенье приемное пространство работает в дежурном порядке. Очного приема мы не ожидаем. Но, тем не менее, техническая комиссия и технический секретариат продолжают обработку заявлений. Поэтому не переживайте, заявления обрабатываются и выходные нет. Напомним, что с этого года подать документы на поступление в ВУЗ можно также и через портал Госуслуг Российской Федерации. Диана Шеленкова, Ленарда Влетьяров, Универньюс.